МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Главное время местное». О важных событиях в жизни Ростовской области расскажут наши партнеры, городские и районные телекомпании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый металлургический завод по производству листовой стали стоимостью 16 миллиардов рублей в начале 2017 года появится в Ростовской области. Строить его будут в Красном Сулине. На выделенной территории уже взяты пробы земли для последующей закладки фундамента. Глава района совершил рабочую поездку на место. В ней приняли участие и наши партнеры – телекомпания «Сулин». История нашего города напрямую связана с металлургической промышленностью, поэтому открытие предприятия поможет не погасить этот огонь. Горно-геологические работы – это только предварительный этап в ходе реализации проекта. Основное конкурентное преимущество завода перед другими предприятиями – сталь самого высокого качества. Стоимость реализации проекта оценивается в 16 миллиардов рублей. Планируется производство рулонной стали, а также листопроката размерами от 0,8 мм до 24,4 мм. Такую сталь не производит ни одно предприятие России. И новый завод станет первым среди комплексов металлургических компаний. Это создание новых рабочих мест, это сегодня развитие инфраструктуры города Красного Сулина, это сегодня пополнение бюджета Красного Сулина, для того, чтобы мы могли привлечь дополнительные средства для того, чтобы создавать более качественные и лучшие условия для проживания наших жителей в городе Красном Сулине. Так что вот лиха беда, начало, добрый путь этому проекту. Первый этап количества рабочих мест будет 1570 человек. К 2020 году в стратегии компании вообще развитие рабочих мест по холдингу 4050 человек. Мы надеемся, что нам удастся вернуть, а такие прецеденты уже есть, металлургов, которые выехали за пределы области, находятся в других компаниях, на севере России, в странах СНГ. Реализация проекта идет полным ходом. Проба земли для закладки фундамента – только первый этап. Ассортимент стали очень разнообразный по размерам и маркам. Пользоваться материалом будут различные структуры. Старт для развития промышленности дан. 70 лет назад на Дону во время Великой Отечественной войны советскими войсками была прорвана линия фронта МИУСа и началось освобождение Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. В Куйбышевский район по этому случаю приехала делегация освободителей воины прославленной 127-й стрелковой дивизии. Побывала на празднике и съемочная группа телекомпании «Премиусе». Передаю слово нашим коллегам. В Куйбышевском районе прошла акция памяти «Поклонимся великим тем годам». К 10 утра у района администрации собрались представители учреждений, предприятий, школьники, жители района, чтобы встретить своих освободителей. Война в прославленной 127-й стрелковой дивизии, которая участвовала в прорыве МИУС-фронта 43-го года, а потом брала город Чистяково на Донбассе, ныне город Тарес. Вызывают уважение все 23 члена делегации, но внимание присутствующих приковывают убеленными сединами непосредственно участники прорыва в районе села Русского, который произошел ровно 70 лет назад. Это инвалиды Великой Отечественной войны Николай Андреевич Борисенко, которому сейчас уже 92 года, Василий Парамонович Ивасенко, Алексей Петрович Латушкин, Николай Кузьмич Дубров и другие. А возглавили делегацию городской голова Виктор Михайлович Антонов и председатель городского совета ветеранов Николай Николаевич Демидов. Гости в сопровождении жителей района колонны направились к бюсту маршала, дважды Героя Советского Союза, Гречка, где возложили цветы. Оттуда направились к мемориалу в центре села. Конечно, ветераны Чистяковской дивизии мечтали побывать на том месте, где 70 лет назад земля вставала на дыбы от бомб и снарядов, где в сплошном дыму и пыли советские солдаты брали одну преграду за другой. И после встречи в Куйбышево они отправились в село Русское, к братской могиле которого покоится их однополчане, село, которое они освободили ровно 70 лет назад. В процессе романской дивизии луга от уже крестьянных был освобожден от лучших предпочтений в последних седневных местах в полочах района Катар-Граджи-Самбеке. Игентарный город, который проходился от села в Левом Своемской подвеси от красных сучья от красок в начале Слова благодарности ветеранам и поздравления в адрес жителей Примеусе звучали и от руководителя музея юных исследователей и поисковиков. Всем гостям были вручены подарочные наборы с книгой Куйбышевского инвалида Великой Отечественной войны Мальцева «Южный фронт по берегу Меуса». Акция, приуроченная к 70-летию освобождения района, думается, будет служить главной цели, чтобы никогда не померкли подвиги живых и павших былых сражений на Меус-фронте. Бокс – не женский спорт, так считают многие, но не все. В Тацинском районе развитию женского бокса уделяют особое внимание, поэтому и результаты получают высокие. Недавно Елизавета Шуршина. Воспитанница Сергея Мартынова заслуженно получила золотую медаль за победу на открытом областном турнире по боксу. Главные бои в Сальске были подготовкой к первенству Европы 2013 года. Тацинская телекомпания с гордостью расскажет о своих земляках. Я приехала с города Сальска. Я боксировала с девочкой, она на первенстве России заняла первое место. А я на первенстве России седьмое. И у меня так получилось, что я ее по очкам выиграла. Рядом мама была, тренер поддерживал. Я так хотела выиграть эту победу. Вот выиграла. Воспитанница Сергея Мартынова достался серьезный соперник, чемпионка России 2013 года Софья Сагамонян из Ханты-Мансийска. Елизавета встречалась с ней на первенстве России, но тогда нашу землячку постигла неудача. Она была седьмой. Ее соперница победила. Поэтому, выйдя на ринг, Лиза очень волновалась. Был и страх проигрыша, признается спортсменка. Правиться с ними помогли наставление тренера и поддержка мамы. Первый раунд она выиграла со счетом 6-5. Второй прошел ничью. Третий раунд. У меня уже секунданты настроили, сказали мои ошибки. И я как бы попыталась их исправить. И вот я выиграла. Ну, пачками держала победу. А что сложного было именно с этой спортсменкой соревноваться? Ну, что сложное было, это, скорее всего, она левша. И с ней неудобно работать. В арсенале юной спортсменки около 30 медалей грамот. За армейский рукопашный бой именно с него и начиналось увлечение девушки спортом. За достижения в легкой атлетике и, конечно же, за победы на боксерском ринге. Всего у меня 25 медалей. Но самые дорогие мне это в этом Волгодонске. с этим пуком было. Ну, я девочке проиграла в финале. Потом вот это в этом, в Сальске. Я девочку выиграла. Это последняя победа, да? Да, вот последняя. Это в городе Курганинске, Южно-Федеральный округ. Я заняла третье место. В полуфинале проиграла. Это в городе Сальске. В прошлом году я заняла первое место. Южно-Федеральный округ. В планах школьницы продолжать спортивную карьеру под руководством своего любимого тренера Сергея Петровича Мартынова. На сегодня это все. Программу вела Таисия Киргеева. Смотрите «Главное время местное» на телеканале «Южный регион Дон». И всегда будите в курсе главных событий в области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова